Еще каких-то 60 лет назад космос был для человечества неизведанной бездной. Сегодня космос — это неотъемлемая часть нашей жизни, благами которой мы пользуемся ежедневно. Все это было бы невозможно без российских ученых, которые запустили первый спутник Земли, отправили в космос первого человека. С тех пор нам приоткрылись некоторые тайны, но вместе с тем появились и новые задачи. Российские ученые готовы вновь бросить бескрайнему космосу свой вызов — астровызов. То есть мы хотим сделать наше окружающее пространство безопасным лицом человечества. В ближнем космосе находятся около 200 тысяч объектов, которые могут мешать навигации. Ну, может быть, слушателям известно такие слова, как «темная энергия», «темная материя». Это не просто слова, это действительно реальный вызов, который стоит перед учеными в наше время. Один из ведущих российских учебно-научных центров находится в городе Казань. Здесь на базе Института физики Казанского федерального университета проходит исследование ближнего и дальнего космоса. В распоряжении местных астрономов оптический телескоп РТТ-150, который расположен в Турции, система оптического широкоугольного мониторинга мини-мега Тортера и астрономическая станция на Северном Кавказе, астрономическая обсерватория имени Энгельгарта и собственный планетарий, а также радиофизический полигон с метеорным радаром. Уникальность Казанского университета заключается в том, что мы имеем уникальную инфраструктуру. По исследованию ближнего космоса, скажем, это радиометеорная радиолокация. Мы здесь являемся основателями этого направления. И ряд применений, практических применений на основе метеорного распространения радиоволна, это высокотехнологические совершенно процессы, которые вывели нас на передовые позиции. Технические и человеческие ресурсы института физики вывели космические исследования в Казанском университете на первый план. Так, в 2016 году была основана стратегическая академическая единица «Астровызов», которая стала аккумулирующей площадкой для прорывных исследований университета в области космоса. Вы понимаете, сейчас ситуация такая, что если мы будем заниматься традиционными направлениями, то мы всегда будем проигрывать, мы всегда будем отставать. Поэтому вот стратегические и академические единицы — это именно те направления, которые предполагают, что мы сосредотачиваемся на прорывах и, может быть, даже занимаемся даже не сегодняшними задачами, а планируем, прогнозируем те задачи, те направления, которые возникнут завтра. Есть проблемы, которые не решены до сих пор, например, проблемы астероидной опасности. Пример Челябинского метеорита, который вошел в плотные слои атмосферы в 2013 году, как раз это пример того, что проблема эта существует реально. Мы должны таким образом наблюдать окружающий космос для того, чтобы сказать заранее, что где-то находится или откуда-то может прилететь космическое тело, астероид, ну, который может нанести какой-то урон, ущерб и так далее. И эта программа, она должна реализовываться заранее, за много лет до этого события, для того, чтобы у человечества было время придумать технологические способы для разрешения этой проблемы. В Международном астрономическом союзе выбрана группа астероидов, астероиды, близко сближающиеся Землей. Под словом «близком» понимается 10 расстояний от Земли до Луны. В обозримом будущем, через 100-200 лет, его орбита может пересечься с орбиты Земли, то есть он может войти в плотные слои земной атмосферы. И вот работа по отслеживанию этой группы астероидов из десятков тысяч, которые мы уже астрономы обнаружили до этого, вот она ведется в том числе и с помощью телескопа Казанского университета. Помимо астероидов, в ближнем космосе есть и масса других опасных объектов. Например, метеороидная пыль, которая время от времени пересекает орбиту Земли. Эти мелкие остатки комет, которые бороздят космическое пространство, не могут навредить человеку на Земле, так как, войдя в плотные слои нашей атмосферы, они сгорают. Но частицы метеороидной пыли, которые проносятся со скоростью около 50 км в секунду, могут повредить или вовсе разрушить дорогостоящие системы спутников. Чтобы избежать этого, ученые Казанского федерального университета ведут мониторинг не только ночью, но и днем. Знание, когда, где, какие метеоритные рои могут пролетать, или Земля пересекает эти метеоритные рои, оно позволяет, например, изменить график запуска новых космических спутников, для того, чтобы при запуске такое столкновение не произошло. Вот в радиофизическом направлении имеется метеорный радар, который позволяет наблюдать такие объекты, скажем, если мы, астрономы, наблюдаем ночью, днем мы наблюдать не можем, потому что мешает Солнце, солнечный свет. А в радиодиапазоне, в принципе, можно выполнять наблюдение и в дневное время. Еще одно из ключевых направлений работы астровызова — это исследование Луны. Казалось бы, естественный спутник нашей планеты — единственное космическое тело, на котором побывали люди. Однако до сих пор не существует подробной карты Луны. Мы обработали порядка 260 объектов на Луне и смогли их привязать с определенной точностью. Вопрос, чтобы повысить точность вот этой лунной карты, это, собственно, главная задача лунных миссий будет, чтобы правильно приземлиться там, где надо, да, с большой точностью. Поэтому вот эта программа тоже для нас очень важна. И мы здесь являемся, в общем-то, одними из лидеров. В частности, вот Роскосмос с нами заключает договора именно по этой программе. Но не только к ближнему космосу приковано внимание казанских ученых. От современного астронома не могут скрыться и далекие звезды, а также черные дыры. Для их исследования в КФУ применяют передовые технологии. То есть мы занимаемся исследованиями таких проблем возникновения, эволюции, структуры, Вселенной в целом. Уникальность проекта «Астровызов» заключается в его комплексном подходе к науке. Здесь, на одной площадке, взаимодействуют специалисты, занимающиеся фундаментальными исследованиями, прикладными научными проектами, космическими наблюдениями. Результат такого тандема – успешные проекты, вызывающие интерес в международном научном сообществе. Появление космической эры, примерно 60 лет назад, привело к тому, что человечество начало выносить астрономические инструменты и телескопы в космос. И стало понятно, что мы можем исследовать Вселенную не только в оптическом, но и во всем электромагнитном диапазоне, включая радиодиапазон, микроволновый диапазон, инфракрасный, в том числе ультрафиолетовый рентгеновский гамма-диапазон. И среди этих диапазонов одним из самых интересных является рентгеновский, потому что рентгеновские фотоны излучаются объектами, которые находятся либо в активной стадии своей жизни, вспыхивающие объекты, взрывающиеся объекты, когда достигаются в плазме огромные температуры, десятки миллионов миллиардов градусов. Либо это сложные астрофизические системы, в которые входят двойные системы. Один из источников является черной дырой или нейтронной звездой, а второй, например, звезда-соседка, с которой эта черная дыра сдирает оболочку и вокруг себя создает аккреционный диск. Рентгеновские космические обсерватории стоят баснословных денег, как правило, такие спутники запускают в кооперации нескольких организаций. Казанский федеральный университет имеет доступ к данным рентгеновских обсерваторий благодаря сотрудничеству с ведущими российскими и международными центрами. В 2017 году Роскосмос под эгидой Института космических исследований РАН совместно с Германским космическим агентством запустит рентгеновскую обсерваторию «Спектр рентген-гамма» в космос. Свою лепту в этот проект внесет и Казанский университет с помощью полутораметрового оптического телескопа РТТ-150. Рентгеновский телескоп, который там будет запущен, он должен обязательно сопровождаться оптическими измерениями Земли. И причем эти измерения должны быть в точности повторять измерения, которые проводит вот этот рентгеновский телескоп. Почему? Потому что оптические разрешения существенно выше, чем рентгеновские. Поэтому если они обнаруживают какой-то источник повышенного вот такого излучения, оптический телескоп позволяет разрешить и идентифицировать этот источник. И вот наш полутораметровый телескоп, который сейчас расположен в Турции, он как раз работает по этой программе. Один из ключевых партнеров Казанского университета в рамках данного проекта – Российская академия наук. В принципе, там вариантов открытий и открытий потенциальных очень много. Можно по скоплениям галактик, как выясняется, что эти скопления очень довольно медленно формируются, образуются, потом появляется там рентгеновское излучение. И поскольку действует только сила гравитации, не можно рассчитать параметры Вселенной более точно. Даже когда она родилась, сколько было во Вселенной такого-то вещества, сколько было темной энергии, сколько было темной материи. То есть по скоплениям можно достаточно точно и надежно рассчитать параметры Вселенной и подтвердить, а можно даже еще открыть. Партнерство Казанского университета с ведущими учеными мирового уровня и международными центрами открывает все новые и новые возможности для исследований Вселенной. Именно поэтому сотрудничество – одна из важных составляющих политики Островызова. Наверное, проект Островызов стал возможен, поддержка его стала возможна именно потому, что мы работаем в тесном сотрудничестве со многими коллегами за рубежом. Это связи во Франции, связи в Испании, связи в Португалии, Японии. Я называю просто так на вскидку те коллективы, те страны, с которыми мы тесно работаем. Германия. А научный руководитель, идеолог нашего теоретического направления Алексей Александрович Старабинский – это человек, который просто человек мира, я бы сказал, ученый мирового уровня. Мы пригласили порядка, наверное, 25 уже партнеров, то есть это ведущих зарубежных исследователей с высокими индексами Хирша. Во-первых, мы к ним прикрепляем наших молодых людей. Во-вторых, мы начинаем с ними делать какие-то программы, в которых они участвуют. Островызов – это не только наука, но и образование. Ведь прорывные исследования и амбициозные проекты требуют соответствующих знаний и людей, способных мыслить нестандарта. На базе «Астровызова» планируется открытие новых междисциплинарных направлений подготовки. Ведь современная наука – это работа коллективов ученых из разных областей. Такой координационной площадкой и планирует стать стратегическая академическая единица «Астровызов». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...